Девушки отдыхают Начну я, собственно, с вопроса небольшого. Поднимите, пожалуйста, руку те из вас, кто испытывал такое странное ощущение, что вы проснулись и не можете пошевелиться. Поднимите. Вау! Теперь поднимите руку, кто при этом ощущал какое-то таинственное присутствие, кто-то посторонний находился в комнате. Так. И, наконец, самое страшное, кто-то запыгнул вам на грудь и пытался вас придушить или покусать, или что-нибудь в этом роде. Во! Я не один такой несчастный человек. Нас хотя бы человек 20 в этом зале есть. И такой кошмар мне снился дважды. И каждый раз я пытался представить, как бы это выглядело, ну, как бы как это писать. И я нашел в интернете картинку вот примерно такую. Вот это то, что я видел. Похоже? Те, кто поднимали руку? Ну, ладно, вам неохота кричать с места. Похожая. Вот. И я с удивлением узнал, что на самом деле похожие кошмары снились очень многим разным людям в самых разных странах, в самых разных городах, с разными культурами. И можем посмотреть, и оказывается, что вообще есть такое вот... Само слово «кошмар» вообще происходит от имени некого демона из скандинавской мифологии. Его зовут Мара. И он как раз знаменит тем, что он садится на грудь и вызывает всякие страшные сны. И подобные демоны или призраки, или разные мифические существа есть в самых разных культурах. Ну, например, джинны у мусульман, или у русских есть кикимора, который может вас придушить, или дымовой, который может запрыгнуть на грудь и указать на какие-нибудь грядущие бедствия. Вот канасибари — это в японской мифологии такой призрак, который ставит ногу на грудь спящему человеку. Ну, и, в общем, есть разные варианты вот этого кошмара. Ну, вот общее — это то, что это демон, какой-то душитель или призрак-душитель. И некоторые сторонники паранормальных явлений говорят, что это есть доказательство того, что на самом деле есть такие призраки, на самом деле есть такие демоны, которые приходят во сне. Но у ученых есть на это другая точка зрения, что схожий опыт, который испытывают разные люди, связан с тем, что есть схожие физиологические процессы, которые притекают во время сна. В частности, есть такое явление, которое называется сонный паралич. Суть его заключается в следующем, что в норме, когда мы спим, у нас есть чередование фаз быстрого и медленного сна. Быстрый сон, он же называется REM-сон или Rapid Eye Movement Sleep — сон, когда у вас очень быстро движутся глаза. И во время этого сна активность мозга примерно такая же, как во время бодрствования. И если человек разбудить во время REM-фазы сна, то он скажет, что он видел сны с высокой вероятностью. И вот, поскольку в этот момент снятся сны, для того, чтобы человек во сне не начал драться, кусаться и еще что-нибудь в этом роде, мало ли что вам пояснится, передача сигналов от мозга к мышцам, она парализуется, не передается. И человек спокойно лежит, и вы нормально спите и не падаете с верхней полки в поезде. Ну и в таком духе. Собственно, иногда этот механизм паралича, он не проходит сразу. Человек проснулся, но паралич еще не прошел. И это приводит к очень странному и необычному ощущению. Вы лежите и не можете пошевелиться. Мозг, который еще не до конца проснулся, пытается проинтерпретировать этот сигнал. Как же так? Я не могу пошевелиться. Наверное, меня кто-то скуывает. А как же еще это может быть? К этому добавляется тот факт, что вы можете видеть какие-то силуэты, которые могут показаться, тени, которые кажутся силуэтами, слышать какие-то звуки, которые вам покажутся шагами или шепотом. Ну и у некоторых людей, у них еще бывают проблемы с дыханием, например, апноэ или храп или еще что-нибудь. И вы лежите, обычно эти кошмары такие снятся с людьми, которые спят на спине, и возникают некоторые проблемы. Вы не можете, например, вдохнуть полной грудью и просто проблемы с дыханием. И тогда человек может испытать ощущение удушья. И все это вместе увязывается в этот образ страшного-страшного кошмара. Для чего вообще существует этот механизм паралича? Я кратко уже сказал, но на самом деле бывают люди, у которых этот механизм нарушен. Вот, например, пациент, видите, он спит, и он дрыгает ногами, поднимает руки, что-то делает. Но здесь все достаточно безобидно. Бывает пострашнее. Одному мужчине, это такой случай с документированной медицинской литературой, ему приснилось, что он играет в американский футбол и пытается забить гол. Он кидает в мяч руками. И в этот момент оказалось, что в реальности, это ему снилось, а в реальности он смотрел свою жену за голову, пытался кинуть ее под кровать. Это тоже, на самом деле, безобидный случай, потому что вообще в практике криминалистов известно, что бывает, что люди совершают убийство в таком состоянии. И там очень сложная экспертиза, которая должна показать, что это было именно в таком состоянии. Нужно показать, что человек страдает от ночных кошмаров. Обычно вот такого рода нарушения рем-фазы сна возникает из-за повреждений определенной области мозга. Например, в результате травмы. Вот эта область мозга, она называется по-английски по-антайн-тангентум, по-русски покрышка моста. И мы можем показать, что она играет важную роль в этом механизме, потому что мы можем взять животных, например, кошку, и повредить ей эту область мозга и показать, что с ней будет. И оказывается, что кошки с таким повреждением ведут себя во сне. Очень странно. Они могут охотиться, они могут проявлять агрессию и так далее. У меня нет видеозаписи с кошечкой, но мы сейчас посмотрим на кошмары собачки. Она, видимо, сама пострадала, ей никто не ставил экспериментов. Кто-то за ней гонится, кто-то там сзади напал. Есть еще одно нарушение, которое бывает во время сна, это унатизм. Люди ходят во сне, обычно унатизм это другого рода повреждения, другого рода особенностей, точнее даже. Это состояние, которое происходит во время медленной фазы сна, не во время быстрой фазы сна. Обычно люди просто выполняют во сне некоторые действия, которые не требуют сознания, то есть автоматически выполняются. Некоторые люди, ну вы можете ходить, не думая о каждом шаге, раз, два, три, четыре, вы просто ходите. Ну вот примерно то же самое делают лунатики, они не задумываются, они просто ходят. И тем не менее, вот некоторые люди, исходя из каких-то религиозных или иных предрассудков, полагают, что если человек вот так вот ходит, то он может быть, например, одержим демоном. И это на самом деле очень серьезная проблема, потому что бывает, что люди очень неадекватно себя ведут по отношению к этим людям. Вот такой экстремальный случай, вот девочка, которая здесь показана, ее мама зарезала, потому что думала, что она одержима демоном, потому что она страдала лунатизмом. Это вопрос о том, насколько вообще опасны разного рода предрассудки и заблуждения в области причин паранормальных явлений и так далее. И вот на самом деле лунатизм — это очень распространенное явление, особенно у детей, и с возрастом оно часто проходит, и тут как раз часто никаких особых повреждений мозга, и вообще никаких проблем у людей нет. А вот котик. Это мы уже переходим от сна к другому виду паранормального явления, будем говорить про фантомы. Обратите внимание на то, как котик будет сейчас копать песочек. У него нет лапки, но он копает этой лапкой, которой нет. Вот это явление называется фантомная конечность. И она известна нейробиологам. У большинства людей, которые пережили ампутацию, у которых нету конечности, возникает ощущение, что, конечно, все-таки есть, она является неким фантомом. И опять же некоторые сторонники существования паранормальных явлений говорят, что это доказывает, что есть не только материальная оболочка тела, но и некоторое тонкое тело, духовное, что-то там, биополе, неважно. Что-то такое есть нематериальное. Но опять же у нейробиологов есть другая. Точка зрения на этот счет, другое объяснение, которое заключается в том, что конечности может не быть, но при этом у вас по-прежнему есть в голове все те нервные клетки, которые управляли этой конечности, которые получали от нее сигнал, и поэтому по-прежнему вы можете ее чувствовать. Поэтому нет ничего удивительного в фантомной конечности. Кроме того, бывает так, что фантомная конечность болит. Это называется фантомная боль, и она вообще бывает очень неприятной штукой для этих людей. И нейрофизиолог Вайлана Рамачандра, он автор такой замечательной книжки «Фантомы мозга», если кто-нибудь ее читал, он описывает предполагаемый механизм, как такая боль возникает, что мозг по-прежнему может посылать сигнал в руку, который нет, и при этом он ожидает ответные сигналы. Я рука, мне послали сигнал сократиться, значит я должна послать сигнал, что я сократилась. Если сигнала нет, значит с рукой что-то не так. Например, ее придавило. И тогда мозг посылает другой сигнал, второй, третий, все более сильный сигнал, ну а рука все не сгибается. Соответственно, мозг делает вывод, что там килотонно чего-то там лежит на ней. И поэтому она должна болеть. Если это так, то можно пробовать мозг обмануть, потому что вообще мозг обмануть оказывается несложно. И для этого Рамачандра придумал такой вот зеркальный ящик, в который человек помещает свою здоровую руку, а в зеркале видит, на месте недостающей конечности, видит зеркальное изображение. И дальше он может его просить представить, что он сокращает обе руки, поднимает их одновременно, смотрит в отражение, видит, что сидит на нее две руки, обе сокращаются. И оказывается, что очень многим пациентам с фантомной болью такой помогает этот фантомный ящик. Но на самом деле испытать на себе такой фантом может и человек со всеми конечностями на месте. И для этого тоже есть и красивый эксперимент, который проводился, описан в разных публикациях. Суть его заключается в том, что вы можете убрать руку настоящую из вида, а перед человеком положить манекен. Вот просто муляж руки. И дальше экспериментатор синхронно гладит руку настоящую и манекен одновременно в одном и том же направлении, ну и так далее, и так далее. И со временем у многих людей, большинства, формируется устойчивая иллюзия, что вот эта вот рука фальшивая, она настоящая, а его рука, он чувствует, что это его рука. И можно это проверить. Можно взять молоток, пум, по этой несуществующей, по ненастоящей руке и померить то, что называется эмоциональную реакцию. Как она мерится? Ну, когда люди нервничают, они потеют, и вы можете подключить полиграф, детектор лжи, он же, к человеку, и посмотреть, как меняется потенциал его кожи. Если он запотел, значит потенциал, соответственно, электрический ток лучше проходит, можно это замерить. Если руку трогать несинхронно вместе с… трогать руку вот эту и эту несинхронно, то тогда эмоциональная реакция намного менее выражена, потому что у человека не возникает этой иллюзии, что вот это его рука. Можно даже пойти дальше и сделать иллюзию фантомного тела. Вот здесь человек, вот в таких вот очках виртуальной реальности, он смотрит вниз и видит то, что показывает вот эта вот камера здесь, то есть он видит пустое пространство там, где должно быть его тело, ну, как ему кажется. И вот этот экспериментатор, он трогает двумя кисточками одновременно синхронно тело человека и пустой пространстве. Человек видит, как трогает пустое пространство, но и при этом ощущает какие-то ощущения тактильные прикосновения. И он может построить для себя такую вот карту своего фантомного тела. И дальше можно опять же проверить эмоциональную реакцию. Можно вместо такой кисточки поднести к пустому месту, ну, например, нож. И человек впугается. Опять же, эта реакция намного менее выражена, если трогать несинхронно тело и фантомное тело. Следующая история, для нее мне нужно тоже задать к вам небольшой вопрос. Вот недавно ученые открыли два марсианских иероглифа. Один называется Буба, другой называется Кики. Вот оба изображения предоставлены великодушно телеканалом РЕН-ТВ. В общем, один из них называется Буба, а другой называется Кики. Давайте мы проголосуем. Кто считает, что Буба слева? Поднимите, пожалуйста, руку. Так, есть такие. А вы считаете, что Буба справа? Что-то вы как-то все дешифровали очень легко марсианский язык. В принципе, это совершенно нормально, как вы сейчас убедились, что у нас есть ассоциации между некоторой формой и некоторым звучанием. У некоторых людей это все выражено намного более интересным и сильным образом. Например, некоторые люди могут видеть цифры цветами. Видеть цифру, она у них цветная. Бывают разные цвета, не у всех одинаково. Это явление называется синестезия. Собственно, она бывает не только цифр и цвет. Может быть, например, человек слышит музыку и видит цветные картинки. А может быть, он видит картинки и слышит музыку. Может быть, самая разного рода синестезия с разной встречаемостью в популяции. И долгое время ученые очень скептически относились к этому явлению, потому что они просто врут. Как они видят цифры цветами? Как мы это вообще проверим? Оказалось, что проверить на самом деле несложно. Предположим, что к вам пришел конкретный синестет, который говорит, я вижу двойку красным, а пятерку вижу синим. Можно для него подготовить эксперимент, который сможет подтвердить эту гипотезу. Давайте вы сейчас поищите на следующей картинке треугольник и поднимите руку, как только вы найдете треугольник. Пожалуйста. Кто-нибудь нашел треугольник? Раз, два, я вижу три, четыре, пять. О, начали находить, постепенно находят. Большинство еще не нашло. Так легче? Соответственно, если человек сказал, что он видит двойку красным, а пятерку синим, то в таком тесте он моментально может найти треугольник. Он может треугольник прятать в разных местах и проверять, как быстро он его находит. И в подобных тестах, и похожие тесты можно разработать для разного рода синестезий и показать, что вот эти люди действительно говорят то, что они видят. Возникает такая синестезия по той причине, что области мозга, которые отвечают за восприятие сигналов разной модальности, могут немножко перекрываться. И тогда возбуждение области мозга, которая вызывает ощущение цвета, она вызывает ощущение цифры, ну или наоборот. Собственно, какое это имеет отношение к паранормальному явлению? Вы, наверное, слышали про ауры. Кто-то читает ауры. Есть люди, которые просто врут, а есть люди, которые видят ауры. И есть люди, которые видят ауры и являются синестетами. Для этих людей, и это можно экспериментально тоже показать, что они говорят. Например, они испытывают у человека какие-то эмоции, и этот человек им кажется определенного цвета. Например, красный или синий. Их совсем немного, их очень мало таких людей. И, опять же, они обычно не утверждают, что у них есть какая-то паранормальная способность. Это просто особенность их восприятия. Так же, как там цифры видят цветами. Они не претендуют на видение каких-то тонких тел или что-то в этом роде. И можно провести эксперимент. Собственно, вот в статье, которая здесь внизу цитируется, было сделано следующее. Взяли четырех таких вот синестетов. Они обычно вообще мультимодальные синестеты. То есть они не только видят эти самые ауры вокруг людей, но еще и другие виды синестезии тоже у них можно обнаружить. И, собственно, можно показать, что они на самом деле являются синестетами. А после этого им показывают фотографии людей. И они говорят, это красный, это желтый, это зеленый и так далее. Я не знаю, какие там точные цвета. А затем эти фотографии через некоторое время их перемешивают, заново показывают. И человек может снова воспроизвести с очень высокой точностью, с высокой скоростью, воспроизвести свои изначальные показания. То есть он действительно, эти лица у него с чем-то ассоциирует. Там немножко более сложный тест. Я его немножко упрощаю, но суть примерно такая. В этом же эксперименте взяли для сравнения четырех людей, которые утверждают, что они научились видеть ауру через эзотерические практики. Они этот тест завалили. Причем они завалили как с фотографиями, так и с реальными живыми людьми, которых тоже привели. Они не могли стабильно воспроизводить свои собственные показания. И я, помимо всего прочего, еще являюсь членом экспертного совета премии имени Гарри Гудини, мы предлагаем миллион рублей любому, кто докажет, что обладает паранормальными способностями в условиях контролируемого научного эксперимента. Слишком долгая фраза. И тоже, когда приходили люди, которые утверждают, что они видят ауры, мы предлагали им достаточно простой тест. Мы показывали мужчину, молодого человека точнее, четырех девушек. Они говорили, что да, мы видим у них ауры. Мы их ставили за ширмы. Они говорили, да, мы видим ауры за ширмой. Потом мы слепую ставили их за ширмы. То есть никто не знал, где стоит молодой человек. И они должны были распознать, где находится молодой человек за какой-то ширмой. Ну и оба ауровицы, которые к нам приходили, они этот тест завалили. Но, собственно, пока что никаких подтверждений, что какие-то другие варианты видения ауры существуют, наук не знает. Есть только исключительно интересное явление синестезии. Следующая тема касается двойников. Есть такое мифическое существо, называется дуппельгангер. Оно может, например, кого-нибудь убить члена семьи вашей, а потом занять его место и притворяться этим человеком, например. А есть такой синдром, называется синдром Камбра. И, собственно, идея этого синдрома заключается в том, что, ну, типичная клиническая картина. Человек попал в аварию автомобильную, например, оказался в больнице, потом приходит домой, там его жена. Он смотрит на нее и говорит, блин, это не моя жена, это двойник, ее подменили. При этом он признает, что цвет глаз, цвет волос, рост, вес, там, размер груди, я не знаю. Все как у его жены, никаких отличий внешних с его женой нет, но это не его жена. А бывают более экзотичные варианты синдрома Камбра. Вот была статья недавно про синдром Кедгера. Синдром подмены кота. То есть человек утверждал, что в ФБР подменили его любимого кота, и этот кот, он за ним следит, он писал письма своей жене, не доверяй коту, там, ну, в общем, что-то в таком духе. И это очень интересно у нейрофизиолога, они пытаются понять, почему такое возникает, откуда берутся все эти двойники. И это очень сложная тема, в которой сложно разобраться, но текущее представление заключается в следующем, что у людей, когда мы кого-то видим, у нас есть сознательное восприятие этого человека, мы как бы анализируем, как он выглядит, внешний вид, а еще есть бессознательные эмоциональные реакции, которые возникают сразу. И у кого-то увидят, кто вам нравится, и сразу, о, классно, я рад тебя видеть. И бывает так, что вот этот второй механизм, эта эмоциональная реакция, она нарушена, и человек эту эмоциональную реакцию не испытывает в результате какого-то повреждения мозга, например, после травмы. И тогда в этом случае человек, он видит, там, это моя мама, но моя мама вызывает у меня приятные эмоции, а этот человек не вызывает у меня приятных эмоций, следовательно, это супостатка. А причем бывает так, что, например, человек, когда видит свою маму, говорит, что, да, это моя мама, смотри, нет, это супостатка, когда он слышит свою маму по телефону, этот же человек звонит по телефону, он узнает, о, привет, мама. И тут этого эффекта не возникает. То есть такое очень странное искажение восприятия. И, собственно, тестировалось следующим образом. Вот людей, у которых синдром Кабгра, их брали и проверяли, снижена ли у них эмоциональная реакция автоматическая на людей. Им давали тот же самый полиграф, который меряет волнение. И когда им показывали фотографии этих самых знакомых людей, которые у них, по идее, должна быть эмоциональная реакция, она у них не возникала по сравнению с контрольной группой, которые были нормальными людьми. Вот это вот синдром Кабгра, а есть еще синдром Катаре. Это совсем страшная штука, когда человек может решить, что он умер. Например, женщина просила, чтобы ее отвезли в морг, потому что там ей место самое. Или вот там мужчина, его после больницы выписали, подправили его в Африку, и он был уверен, что он попал в ад. А еще один пациент, он пришел к врачу и сказал, доктор, я пришел доказать вам, что я мертвый. Ну, после чего врач там начал с ним общаться. С ним были всякие разные интересные тесты. Они, в принципе, могут нормально, совершенно логически рассуждать. Этого человека спросили, вот можете ли вы… Скажите, вот мертвые люди, у них кровь течет? Он говорит, ну да, течет. В смысле нет, не течет, извиняюсь. Нет, не течет. У мертвых кровь не течет. Ну, давайте проверим. Говорит, давайте, у кого ли булавка у него кровь потекла? Он так смотрит, говорит, ну, значит, у мертвых кровь течет. Логично. Вот здесь показана томограмма мозга, собственно, одного из пациентов. Измерялась активность мозга, там, метаболизм, глюкоза, как глюкоза усваивается мозгом, меченая, ну, неважно. Вот синенькое показано место, где по сравнению с здоровым человеком активность мозга снижена. То есть у этого человека в очень большом количестве областей мозга активность сильно ниже, чем у нормального человека. И, в частности, вот есть подозрения, что затрагиваются те области, которые отвечают, собственно, за самовосприятие, за восприятие самого себя, ну, в общем, что-то в таком духе. В общем, опять же, это связано с некоторым заболеванием. Ну и предпоследняя тема — это околосмертный опыт. Многие люди, которые пережили основку сердца, то есть клиническую смерть, описывают, что они побывали на том свете, и они могут описывать самым разным образом. Здесь приведены типичные описания того, что люди называют околосмертным опытом. 50% говорят, что осознали смерть, четверть говорит, что они вышли из тела, треть упоминает некий свет в конце туннеля, треть видели мертвых, и половина говорят, что это даже был приятный опыт, что они испытали некоторые облегчения. И прежде чем мы пройдемся по всем этим, очень кратко, по всем этим явлениям, я скажу, что на самом деле околосмертный опыт — это очень часто вообще не околосмертный опыт. Очень часто околосмертный опыт возникает у людей, которые проходили через рутинную операцию, которая совершенно не опасна. Они были под наркозом, упали в обморок, у них повысился уровень глюкозы на время, или понизился уровень глюкозы, был такой случай. Ну, в общем, половина случаев околосмертного опыта, они на самом деле не смертельный опыт, но многие из них являются околосмертным опытом. Первое — выход из тела. Объяснение этому феномену было найдено по случайности в значительной степени. Есть такое заболевание, называется эпилепсия. Наверное, все слышали. И есть очаг эпилептического припадка. И иногда эпилепсия, она очень сильная и мешает человеку жить, опасно для его здоровья. И тогда этого человека, у него этот очаг должны вырезать хирургически, чтобы ему помочь. Вот в таких вот тяжелых случаях. И был пациент, который вот так вот пытались найти у него, собственно, этот очаг. Его ищут следующим образом. В мозг в разные места втыкают электроды, бьют током и смотрят, как человек себя чувствует. Вот. Ну и вот в одно место человека ткнули, и он внедренно заявил, опа, я вышел из тела. И, значит, ну дальше с ним проводили разные тесты, показали, что можно локализовать конкретно место, куда, если его возбудить, простимулировать, человек выходит из тела. И про это была статья в Nature, где все это было описано. И дальше это потом подтвердилось на нескольких других пациентах. И в итоге оказалось, что в целом вот есть такая вот моза, височная корея мозга, куда, если стимулировать, то человек выходит из тела. При этом человек как бы продолжает видеть глазами то же самое, что он бы видел, если бы он просто лежал на спине и смотрел там куда-то вниз, но ему кажется, что он где-то висит под потолком. Аналогия может быть приведена такая, что представьте себе, что вот у вас на телефоне, у вас есть мобильная, есть камера и есть GPS. И вот ваша камера показывает, что вы видите статую свободы, а GPS сломался, потому что вот повредился. И он говорит, а вы находитесь на Красной площади. И в итоге у вас возникает сопоставление двух как бы фактов. Ну, статую свободы, Красную площадь, следовательно, ну, значит, статую свободы украли и поставили на Красную площадь. Как еще это объяснить? Приборы-то не врут, мозг не привык к тому, что его приборы косячат. И в итоге возникает такого рода иллюзия. Следующая история про свет в конце туннеля. С этим вообще все проще. Его могут испытать даже люди, которые просто вот… И летчики их там тренируют, испытывают переруски, их вращают очень быстро, у них кровь отходит от головы вниз, они испытывают гипоксию, а это, собственно, возникает при основке сердца. Не только мозг гипоксию испытывает, но и сетчатка. А в сетчатке на периферии расположены клетки, которые… На периферии клеток меньше. Светочистительных клеток на периферии меньше, а в центре больше. И когда кислорода становится мало, то периферийное зрение отличается первым, и остается светлое пятно, а вокруг темнота. Это то, что возникает при таких состояниях. Призраки. Ну, понятно, что когда не хватает кислорода, тренерные клетки начинают плохо работать и потихонечку погибать. И на самом деле различного рода визуальные галлюцинации возникают при самого разного рода повреждении их мозга, например, при болезни Альцгеймера, при болезни Паркинсона, и, в принципе, тоже нет ничего удивительного в том, что возникают подобного рода вещи у людей, испытывающих предсмертное состояние. Ну и последнее про эйфорию. Ясно, что смерть – это очень страшно. И когда человеку страшно, когда его, например, угрожает какой-нибудь страшный хищник, то его задача не то, чтобы у него все болело, а задача в том, чтобы он мог драться, убегать, в общем, как-то спасаться. И для этого боль нужно подавить. И мозг выбрасывает эндорфины внутренние, обезболивающие, которые помогают это состояние пережить. То есть, в принципе, люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, они могут чувствовать некоторую эйфорию от того, что вот сейчас им как бы опасно. И вот что-то похожее возникает и здесь. Собственно, опять же, такой механизм – это одно из объяснений. Второе, что на самом деле очень часто около смертного опыта люди испытывают находясь под наркозом. Вот это вот была первая часть лекции. Здесь мои должны были закончиться 25 минут, и, возможно, у меня еще осталось 5 для того, чтобы дать вторую часть лекции, которая называется… Нет, я еще пока не скажу, как она называется. Она будет про черную магию. Можно ли использовать черную магию, кого-нибудь убить? Ну, некоторые люди в это верят, что ведьмы могут назвать на вас проклятие, порчу, и вам будет очень плохо. В это верят и некоторые туземцы. Например, в Австралии и в Новой Зеландии описаны случаи антропологами, когда шаман показывает на кого-нибудь кость. Это будет моя кость, сейчас на кого-нибудь покажу. Покляну научпопом. Направляет на кого-нибудь кость, и человек считает себя проклятым, и после этого через некоторое время некоторые из этих людей погибают, некоторые перестают есть, пить, от этого умирают, некоторые случаются сердечные приступы. Ну, в общем, бывают всякие страшные вещи. У меня есть такой интересный случай, описанный одним из антропологов, что была миссия, и там была христианская миссия, где-то в Австралии, если не ошибаюсь, и там был человек, который был аборигеном, но он работал на эту миссию, и вот он думал, что его проклял шаман. Вызвали врача, человеку плохо, непонятно, что с ним. Он, врач, узнал про проклятие, пошел к шаману, сказал, «Слышь, шаман, если ты не поможешь этому пациенту, то мы тебя лишим гуманитарной помощи и выгоним отсюда нафиг». Шаман испугался, пошел к пациенту, сказал, «Чувак, мы пошутили, никакой кости не было, все это ерунда». Человек встал, пошел, все было нормально. То есть, в принципе, если вы верите в черную магию, она может на вас подействовать. И главный способ защиты от черной магии — это в нее не верить. Например, смеяться над ней. Сейчас мы будем над ней смеяться. Поэтому вторая часть называется «Смех побеждает чудовище». А если я смотрел фильм «Ключ от всех дверей», собственно, там была эта идея, такой фильм ужасов, про то, что девушка, она пока не верила в магию, все с ней было хорошо, но потом она таки поверила, и все плохо для нее кончилось. Такой спойлер вам. Вот магия Христа. Ну, моя гипотеза, что это либо искренне верующие люди, либо это актеры, но проверить этого я не могу, потому что я не знаю, где найти этого волшебника. Я думаю, что на мне эта магия бы не сработала. Я готов открыто попробовать, если он меня найдет и предложит. Вот, но у меня есть другое видео, где, собственно, показывается, как бы, по сути, экспериментальная проверка того же самого. Вот мастер бесконтактного боя показывает, как он крутой. У него вообще есть, по его заявлению, 200 побед, 0 поражений, и он очень крутой. Видно, что мастер. Это все его ученики. И с ними все очень хорошо. И он рисует, что он может поставить 5000 долларов на то, что он сможет победить любого бойца, собственно, с помощью с помощью своего бесконтактного боя 5000 долларов. Ну, так нормально. И вот человек слева, он принимает этот вызов. И, собственно, сначала они подписывают контракт, вот подписывают контракт на 5000 долларов. Здесь все серьезно. Вы можете пока в голове сделать ставки. Это аплодисменты бойцу. Вот. А это история про тантрического мага. Вот этот человек, у него очень много поклонников. в Индии он утверждает, что он может с помощью магии убить человека. Здесь ему предложили в режиме реального времени лисить человека сознания. Это скептик, он не верит. Ой, извиняюсь. Я не знаю, что он не может быть. Ом. Если он не может быть. Реально, если это видео около часа длится, то у нас нет времени все посмотреть. Вот даже святая вода там. Потом еще ножом он что-то делает. Ну, неважно. В общем, у него ничего не получилось. И этот маг говорит, что, наверное, вас защитили ваши боги. А что человек отвечает, вообще-то я атеист. В общем, последний слайд заключается в том, что в Гарри Поттере был такой страшный чудовище, он назывался Богарт. Оно принимало образ вашего самого большого страха. И один мальчик очень боялся профессора Зелеварения, профессора Снейпа. И Богарт принял этот вид. А чтобы победить Богарта, нужно было представить его в самом нелепом обличье. И, собственно, мальчик представил его в одежде своей бабушки. И вот после этого Богарт был побежден, потому что он стал слишком смешон. В общем, смех побеждает чудовищ. Поэтому спите спокойно и побольше увлекайтесь смехом. Ну и спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Граждое спасибо.